йоу-йоу-йоу всем привет доброе утро ну что вот и прошла первая ночь в траке первая она всегда такая не очень удобная спинка немножко побаливает к дому уже привык но сейчас буквально пару дней пройдет все будешь как младенец спать вот такое у нас утро сейчас пойду зубы почищу умоюсь чай кофе печеницы поеду на загрузку буду забирать какой-то трак не буду еще забегать вперед там либо water pump либо еще что-то трак либо что-то еще вот все уже застелил почитал комментарий к новому видео ребят только не это не обижайтесь ну так уж случилось что я живу в майами там так вот такая вот природа такая красотища так что ни у кого зависть не хотел вызывать без обид серьезно ну показываю свою работу а потом показывал отдых ну что тут такого шашлыки все по моему ели все начинаем работать сейчас покажу что на улице у нас вот так на улице немножко окошки запотели вот такое утро трак стоп будем начинать свой день так друзья что мы имеем я добрался до загрузки кока бич смотрите компания покупает вот такие новые траки чисто на шасси цена такого трака я вам сказал бы знаете сколько наверно приблизительно 50 тысяч что-то время такого потому что мой брат покупал тоже новый только хи но это исузу модель а то хи но было покупал по моему цена была 63 или 65 тысяч что такое за новый трак 2018 года вот этот рак идет только на шасси то есть можно установить все что хочешь на него так вот эта компания видите устанавливает разные вкусняшки на трачки переоборудовая их дело какую-то специализированную машину тут вот что-то как какое-то гидранты стоят в бумагах написано гидро трак ну то есть то ли вода то ли жидкости то ли какие-то еще что-то в общем там качает видите два насосы стоят вот видимо там даже движок где-то есть плюс лифтовая установка будет поднимать он вверх-вниз вот так вот то ли откачивать где-то воду скорее всего для откачки воды либо закачки куда-то вот так установили вот это наш трак он хорошо что он невысокий я щас подумаю мы его поставим а может быть даже на опердеке его туда за засуну чтобы освободить место на снизу может еще что-нибудь поставим сейчас посмотрим я хотел уже устанавливать рамку он говорит что должен приехать то у трак ну то что ли как перевести и будем его загружать на то у трак потом перегружать на трейлер ну шо ж как говорится в поговорке баба с воздуха были легче подождем постоим чего напрягаться то лишний раз вот такой вот аппаратик чего нового я для вас не открываю я думаю что вы все видели такие сузу китайцы или корейцы кто их делает так вот ребят скорее всего приехал этот трачок tilt bed toe truck на который мы бы сейчас поставим наш груз а позже переставим на трейлер скорее всего он предыдущий узнаю да вот так выглядит то винт рак видите у него получается колеса сдвигаются вперед ближе к траку а сама платформа опускается вниз и все и получается под наклоном такая рампа либо лебедка либо сам можешь заезжать как хочешь очень удобная штука так друзья видите я загнал этот трачок на тот трейлер сейчас я буду задом сдавать к нему стык стык сделаю перегоню потом его на свой трейлер так вот так выглядит все это дело видите подогнал сейчас немножечко опустит его потому что у меня дэк воздух сбрасывает вот видите опускает все положил достаточно опускает все положено и 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 так я закрепил этот грузовичок вот так выглядит наша сегодняшняя погрузка давайте пробежимся быстро по креплению вы все это видели но может быть кто-то будет новый смотреть кому-то это в работе поможет не знаю те кто начинает ставим на цепи здесь посмотрите вот такие вот разъемы для крепления правда у меня слишком толстый байндер полностью не влазит но вот такое зацепление нормально оно никуда не денется здесь я просто на байндер без цепи поставил а с той стороны взял кусочек цепи потому что не хватало байндера дотянуться здесь с обратной стороны также видите на растяжку поставил раз и два все туго натянуто правда сзади мы не имеем отверстия специальных для крепления кинул вот так вот через раму цепь никуда не поедет потому что вот тут будет тут перегородка находится то есть дальше этой перегородки цепь не сдвинется то есть она нормально натянута все хорошо сказать что это машина будет стоять здесь все время я не скажу потому что скорее всего мне придется ее поставить туда наверх загнать смотрите сколько места здесь и сколько места там я хочу ее подвинуть тем самым сделать здесь больше места но это будет все зависит от того какой груз мне найдут и что мы дальше повезем если вообще что-то найдут пока больше ничего нету двигаюсь на тут ракстаб где ночевал будем ждать нового груза не знаю что делать не люблю так начинать когда грузов нету все вот так вот тянутся лямки ну что поделаешь придется ждать вот я добрался обратно до тракстаба где ночевал новостей о новом грузе пока никаких нету что меня очень-очень огорчает сейчас будем парковаться знаю пойду возьму да чё-то вообще радости никакой нет ребятам полосе потому что не люблю я стоять не люблю не люблю да стран не показал смотрите какие крутые машинки на пайло так начали ставить короче зерна прямо сразу так и поставил свою чашечку который с утра брал ну ничего что она заляпанная но зато за стаканчик платить не придется так ну и что у нас нажимаем здесь тач и выбираем 20 и он короче не так вот large выбираем и какой органик оландрин павел хаус либо эти опин мы выбираем пайл хаус все пошло зернышки там перемалывается сейчас пойдет кофе ребята не передать вам какой запах стоит свежих помолок вот кофе офигенный не судите строго за грязный стакан он только снаружи чуть-чуть грязненький внутри нормально так получится где-то на доллар кофе дешевле черный доллар терять правильно офигенно так все кофе готово ребят смотрите кто любит кофе он поймет вот эта пенка это просто чума я серьезно говорю это даже какой-то человечек получился здесь сейчас сахарку добавим и все а еще вот какой плюс кроме сахара там кримера есть еще смотрите какие добавки получаются шоколадные шоколадное печенье порошок такой цинамон это корица потом смотрите шоколадный топпинг ванилла шугар маршмеллоу битс ребята я не знаю что это такое тоже какая-то что это типа зефирки такие маленькие по моему но я люблю корицу добавлять сейчас добавлю чуть-чуть корички на вкус добавляет хорош все это дело сейчас я размешаю все готово к употреблению ребята меня может конечно жена и грохнет за такие кадры но ребята все для вас разбавил немножко для женщин для мужчин вернее ребята чувствуете до голосок-то приподнят и настроение-то хорошее обрисую ситуацию заехал я на дракстапчик там взял кофе очку сейчас я уже проезжаю обратно город город орландо и направляюсь сторону вчерашнюю там где разгружался город там такой есть теперь хиллс или как он там правильно называется сложно выговорить очень в общем там будет фаршалочек один забираем скидстер ну сами все увидите попозже вот забирать будем участника где-то такой резиденшал эрии посмотрите чуть попозже вот она завтра еще будем держать путь по пути в луизиане еще будем забирать один груз вот поэтому и настроение немножечко приподнят и как говорится иногда нужно немного расстроиться чтобы потом обрадоваться так что продолжаем движение все будет хорошо как говорит русская радио вот так вот выглядит периферийная дорога но это еще нормально слушать еще широкие полосы вот только меня смущает что справа видите шолдер получается маленький то есть обочина маленькая я надеюсь там где я приеду во двор к этому чуваку заехать нельзя там вообще не заедешь он сказал что будем грузиться и разгружаться прямо на дороге сайдов сайдов стрейт сайдов драйвэй то есть на обочине вот но он сказал что вроде как там на обочине можно ну там такая дорога локального значения то есть я очень надеюсь что там движение мало сейчас посмотрим пока что нормально но это большой хавей через пару километров мы съезжаем на маленькую дорогу там уже будет поуже поуже что-то меня не радует эта дорога это я на такую еще поменьше съехал дорогу здесь уже и скоростной режим поменьше дорога поуже а сейчас через километр я буду съезжать уже на последнюю там уже стрит идет улице ну да конечно никаких слов нет что здесь очень красиво все но где грузиться он говорит нормально на обочине загрузишься и где да ребятки там что то я не вдохновлен эдакими размерами дороги смотрим он сказал что встретит меня сейчас увидим что там в принципе местность то красивое все но нифига не для работы но одно радует что движухи здесь мало конечно прямо на дороге стоять наверное нельзя ладно сейчас что разберемся как-то так ну все как я и говорил смотрите обочины нифига нету вот так я прямо остановился половина там половина здесь но я попробую заехать туда на его территорию потому что на дороге ну это ну вообще никак не удобно мне надо снять этот трак поставить этот кет наверх а потом поставить трак будем пробовать заезжать да ребята миссия выполнима видите как между столбом и деревом надо было проникнуть еще один маленький столб и вот что еще мешало эти почтовые ящики было важно заехать с первого раза потому что чтобы потом подтянуться вперед было ну такой возможности нету но все получилось лучше чем даже я ожидал сейчас я немножко протяну назад сниму этот трачок и будем грузить китстер так сейчас пытаемся грузить сейчас мы подъедем а 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 о Продолжение следует... 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 Продолжение следует...